Друзья, всем привет! Вы на канале Библиотека Ильи Кривошеева, и сегодня я с рубрикой «Прослушал-оценил». Сегодня я прослушал роман Шамиля Идиатулина до февраля. Роман 2023 года выпуска. Чтец Илья Дементьев. О чем роман? Россия. Провинция. Осень 2021 года. Местной власти потребовалось срочно возродить литературный журнал «Пламя». Первокурсницы Ане поручают изучить архив журнала, и там, среди графоманских залежей, юный редактор находит рукопись захватывающего триллера, написанного от лица серийного убийцы. А вскоре выясняется, что описанные в тексте убийства не придуманы, они и правда происходили в городке 15 лет назад, и душу губа тогда так и не поймали. О раскопках в архиве узнает автор рукописи, и теперь давно затаившийся маньяк должен выбрать, чего он хочет больше, покоя, который может нарушить Аня, или литературной славы. Мое мнение по прослушиванию этого романа. Роману я поставил три звезды. Когда как не в феврале взяться слушать роман до февраля? Ох, ну что я могу сказать? Здесь есть криминальный сюжет, но он такой, постольку поскольку. Основной же текст этого романа – это созерцание русской жизни посредством литературы и, в принципе, философствования за жизнь. Поэтому, конечно, блогер Людмила Личи права, когда говорит, что этот роман нельзя отнести к низкой жанровой прозе. Это большая современная русская литература. А что такое большая русская литература? Ну, это когда ты встретился бутыльником, и вот вы с ним выпили и поговорили за жизнью, почесали языками, все-все обсудили и перетерли, потом уже начали из пустого в порожнее переливать. Про всю хтонь, одним словом. Я говорю про это не с негативом, отнюдь. Это тоже неотъемлемая часть жизни. Но, к сожалению, это не для меня. Я такое не люблю читать, поэтому больше трех баллов я поставить не могу. Если остросюжетную американскую или британскую литературу я читаю с удовольствием, когда у меня в глазах искрит, то, как правило, от большой русской литературы ничего кроме безнадеги ждать не приходится. Все равно, что просто пойди и повесься. Но мое мнение не есть истина, а чистая вкусовщина. Я заметил, и автор этого романа, кстати, тоже заметил, что русская хтонь в литературе довольно сильно перекликается со скандинавской хтонью в литературе, по атмосфере и философствованию за жизнь. Разница только в том, что в скандинавской литературе не делается акцент на государственную власть. Власть там не является пупом земли. Она сменяема, важны только человеческие отношения. А в русской литературе воспитание идет наоборот. Человек – это ничто, букашкам важна только государственная власть. Она священна, она от бога, она неприкасаема. И авторы большой литературы, как стендап-комики, может быть и пожурят власть, скажут, что она бывает жестока и несправедлива, но всегда намекнут, что против лома нет приема. Никогда не надо рыпаться против священного. Нужно просто принять, смириться и ждать. А вот те авторы, которые призывают свергнуть власть и посадить царя на кол, даже если они это делают шикарными эпитетами и метафорами, большой русской литературой уже являться не могут. Это уже квалифицируется как терроризм и экстремизм. Поэтому да, роман Шамиля Идиатулина «До февраля» – это образчик большой современной русской литературы. А иначе он бы не публиковался в прокремлевской редакции Елены Шубиной. Кому этот роман понравится? Ну, я думаю, тем, кто любит скандинавские детективы. Пиратская копия романа Шамиля Идиатулина «До февраля» есть для прослушивания моим подписчикам на Бусти. Ссылка на Бусти в описании. Понравилось видео? Поставь лайк, подпишись на канал, узнаешь, какие новые книги я прослушал и прочитал. Пока-пока!